Елена Козырь, как и ее коллеги, рабочие будни проводит в лаборатории. Чтобы написать диссертацию, придется провести не один десяток тестов и обработать очень много информации. В Федеральном научном центре для этого есть все условия. Новое оборудование позволяет существенно сократить привычные процессы. Сейчас благодаря новому оборудованию мы можем конкурировать со всем миром по открытиям, по технике, которые даже раньше мы что-то получали, не могли красиво сфотографировать. И публикации наши на фоне зарубежных могли выглядеть не так здорово. Сейчас у нас есть это оборудование, поэтому у нас есть возможность идти в ногу со временем, пережать, возможно, даже. С молодыми учеными встретились и гости федерального центра. Министр науки и высшего образования даже принял участие в эксперименте. Можете дать название, мы назовем так. Это будет в дальнейшем использоваться как линия для селекционного процесса. Валерий Фольков предложил назвать селекционную линию именем первого директора Грибовской станции профессора Жигалова. Его бюст установлен у центрального входа института. В этот день почтить память создателя будущего федерального центра приехали гости из разных уголков нашей страны. Это федеральный научный центр овощеводства Российской Федерации. Это гордость нашей России, это гордость Академии наук. Поэтому хочется пожелать процветания, чтобы держали марку, и мы будем дальше гордиться и помогать. А гордиться действительно есть чем более полутора тысяч сортов и гибридов овощных, пряновкусовых, цветочных и бахчевых культур были созданы селекционерами за эти годы. В последней культуре особое внимание. Быковская бахчевая селекционная опытная станция славится своими сортами. Мы охватываем любые регионы, потому что у нас разные сорта. И ранние, и поздние, и средние. То есть наши сорта выращиваются и в Челябинской области за Уралом, и в Белоруссии, и даже в Московской области. Вот сегодня сказали, что 5 килограммовые спокойно в теплицах вырастили. Ну и естественно весь Южно-Федеральный область. Сегодня в состав федерального центра входит сразу 8 филиалов. Все они представили свою продукцию на научно-практической конференции. К столетию федерального научного центра в кузнице семеноводства открылся музей. Здесь можно узнать все об истории развития овощеводства. Чтобы глубже погрузиться в историю развития овощеводства страны, обязательно посетите музей. Здесь можно увидеть приспособления, которыми в начале прошлого столетия обрабатывали почву и получали первые сорта овощных культур. Кстати, семена здесь тоже представлены. А еще огромное количество архивных документов, научные труды и заметки первых ученых. Такие приборы, устройства, которые используются в разное время. Вот с начала века веерка, которая позволяла получать семена. Здесь в кочерыгах капусты, которая вот репалась и которая хранилась год, и потом высаживалась для получения семени. Теперь на территории Федерального научного центра есть дендропарк имени Елизаветы Ушаковой, первой женщины-академика Восхнил. И мемориальная доска инициатору и организатору строительства главного корпуса института, академику Восхнил Павлу Федоровичу Соколу. Сейчас это единственный центр по овощеводству в Российской Федерации. И у нас стоит задача, которую поставил президент Владимир Владимирович Путин обеспечить до 75% семенами овощных культур отечественных сортов и распространить их на всю Россию. И таких амбициозных планов за всю вековую историю Федерального центра было немало. Небольшая станция выросла за эти годы до крупнейшего научного центра страны, который успешно решает поставленные президентом задачи. И пусть не теми темпами, как мы бы хотели, обновляется приборная база. Есть много сложностей, но у института однозначно есть будущее. Я поздравить хочу весь коллектив ветеранов, партнеров. Этот стол президиум о многом говорит. К вам приехали все, кто имеет отношение к науке вообще, к хозяйственной науки. И это, мне кажется, лучший подарок, потому что самое дорогое, что есть в жизни – это роскошь человеческого общения. И когда вас приезжают поздравлять, это значит, что оценят, любят и помнят. Первый вековой юбилей позади, а впереди новые открытия сорта и гибриды вкусных, красивых, а главное – полезных овощных культур. Мария Шматкова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».